Чума 20 века или болезнь асоциальных элементов. В народе СПИД носит много названий. Долгие годы общество демонизировало этот вирус. И несмотря на активную просветительскую работу среди населения, заболевание продолжает обрастать мифами, легендами и предрассудками. В частности, о бытовых путях заражения. В быту заразиться ВИЧ-инфекцией очень сложно, если нет прямого контакта с кровью. То есть можно пользоваться одними и теми же полотенцами, столовыми приборами, чем угодно. Ничего из-за этого не произойдет. Можно, грубо говоря, целоваться с человеком и рукопожатиями использовать. ВИЧ-инфекция так не передается. Этого не нужно бояться. Существует три способа заражения ВИЧ. Вертикальный от матери к ребенку, контакт с кровью зараженного и незащищенный половой акт, рассказывает Максим Телялев. Если человек знает о своем ВИЧ-статусе и принимает все необходимые препараты, то риск передачи инфекции сводится к минимуму. ВИЧ-положительный человек, у него есть такой показатель, как вирусная нагрузка. Это количество вируса на миллилитр крови. И если он принимает антиретровирусную терапию, ну то есть препараты, которые выдаются бесплатно в центре СПИДа, с течением времени у него эта вирусная нагрузка падает до нулевого уровня и он становится непередающим, так называемый неопределяемый, равно непередающий. Активист СПИД-центра в Нижнем Новгороде Николай Романов уже пять лет консультирует людей, которые приходят анонимно узнать свой ВИЧ-статус. В центре любой желающий может сдать бесплатный экспресс-тест. Моя задача в данном случае подготовить людей к тесту, то есть идет первичная консультация до тестового консультирования, где я объясняю какие-то основные моменты, пытаюсь изучить, насколько человек информирован и восполнить недостающие знания, подготовить человека к любому результату теста, потому что если человек не готов к любому результату, то может быть стоит поговорить еще. Сейчас в Нижегородской области проживает около 19 тысяч ВИЧ-инфицированных. В среднем ВИЧ-положительный статус у каждого 162-го нижегородца. Важно определить заболевания на ранних стадиях, поэтому тест на ВИЧ рекомендуют сдавать два раза в год.